Пуговка? Алиса, пуговка, как ты думаешь, вкусное блюдо получится у нас? Алиса прожила, пока я болтался по Сибири, она была вместе с Дусей на каникулах в Петербурге, да? Вот, а теперь вернулась и будет здесь, в Москве, дома. Ура, барсук! Так, все, так, чай у меня согрелся, отставляю его в отдельную часть и перехожу к самому рецепту. Да, рецепт у нас сегодня будет довольно простой, я его хотел назвать холостяцкий, но потом мне господин продюсер говорит, типа, нифига себе, никто так заморачиваться не будет. Но я думаю, что все-таки рецепт простой, без заморочек, и каждый холостяк сможет для себя это сделать. Итак, значит, я нарезал вот таким толстым брусочком картошку и морковку. По сути, можно было бы и только одну картошку, но я же не могу упростить все до самого-самого не хочу. Поэтому здесь и картошка, и морковка. Картошку я не стал чистить, потому что, вы знаете, в крупных супермаркетах есть отдел заморозки, и там картофель фри продают один производитель, который выдавливает ее, да, тоже с кожурой. От кожуры особый вкус у картошки получается. Вот, смотрите, видите, то есть основная эта часть у нас без кожуры, но краешки у нас остаются кожурой. Поэтому, почему бы и нет. Форму такую я придал именно потому, что отсыл идет к фастфуду, к картофелю фри. Только я в масле его запекать не буду. Вы можете взять картошку фри, разогреть. Может быть, у кого-то есть фритюрница. Разогрейте во фритюре большое количество масла, или возьмите кастрюлю, налейте там 3 литра. Вы все измучаетесь. Поджарьте замороженную картошку фри там, а потом делайте это блюдо. Но я буду все делать иначе. Сюда соль, небольшое количество, но чтобы, знаете, не пересолить ни в коем случае. Потому что у меня же еще и сыр здесь будет, и еще будет колбаска. Поэтому всего аккуратно. Вот она, вот она. Маслица. Значит, обязательно бумагу. Бумага, чтобы была чуть-чуть больше, чем противень. Вот так вот. Значит, перемешиваем руками супер картошку и супер морковку. С морковкой. Морковка сладкая. Кстати, с морковкой будет огонь. Они, правда, выпекаются разное время, потому что плотность разная. Но мы забьем на этот фактор и упростим все. Ведь вы же любите простые рецепты. Вот так. Раскладываем. О, что-то даже много получилось у меня. Но надеюсь, что все ужарится и займет. В общем, по краю противня вот у нас получились вот такие вот дела. В процессе запекания я еще помешаю, поэтому все будет в ажуре. Все, отправляем запекаться. Максимальная температура. Ну, следим, чтобы картошка, во-первых, запеклась, во-вторых, покрылась корочкой красивой. Именно масло создаст такую румяную корочку для картошки. Ну, и посмотрим, что будет с морковкой. Так, ставим вот сюда. Все, я на всякий случай врубаю, пусть пока минут 10 вверх-вниз, да, пекутся. А потом переставлю на верхний гриль, чтобы корочку дать. И в процессе буду перемешивать. Картофан должен прихватиться, должен такой стать, знаете, немножко корочкой такой потянуться. Поэтому по времени не смотрите, смотрите просто за картошкой. Открывайте, если он, значит, не тянется. Или включите верхний нагревательный элемент, чтобы сверху жар шел. Значит, у меня уже картофан вот-вот уже нужной консистенции. Теперь сыр. Это самая важная часть всего процесса. У меня финский сыр, Брест-Литовск. Рецептура была придумана в середине 19 века. И по сей день он, соответственно, она используется, яркий сливочный вкус. Ну и кто знаком с финскими сырами, ну вот, очень-очень сильно отсылает вот эта вот нежная, бархатистая текстура. И самое главное, что мне от него надо, это плавкость. Не плавкий, да, а он должен плавиться. Опа, аккуратно. Но прежде чем он будет плавиться, мы же не можем его брикетом кинуть. У него вообще такой нежнячий-нижнячий вкус. Его надо натереть на крупной терке, не стесняясь. И самое главное, если у вас есть вот такой вот брикетик, 240 граммов, нужно все оценить по достоинству. Надо сесть и подумать, сможете ли вы осилить 240 граммов сыра. Я, соответственно, половина, да, чуть больше половины. 240 это 120, половина это 120, значит, ну да, это 150 граммов нужно натереть. Остальное отложить. У меня еще есть салями. Такая вот сырокопченая, итальянская. Интересно, вот сейчас кто-нибудь в комментах напишет, что, какую стилизацию я делаю из этого холостяцкого простого ужина. А? Никто еще не написал, правильно. Достаем противень. Опа! Смотрите, видите, картофан стал, подрумянился местами и не местами. Картошка очень хрупкая. Я в момент, когда ее переворачивал, понял, что если сейчас я буду туда-сюда ее вертеть, то она у меня... Смотрите, видите, некоторые картофелины? Из-за высокой крахмальности они прям рассыпаются. Ммм! Вот вкусно очень. Опа! Значит, по возможности смотрим, чтобы у нас ничего тут не прилипало. Отлипаем. Друзья, отлипаем. Распределяем все. Вот это основа вместо теста для пиццы. Понятно? Теперь мы это берем все и засыпаем сыром. Понимаете, почему сыр должен быть плавкий? Теперь мы сюда накидываем салями. Вы можете использовать чоризо, можете пепперони использовать. Любую колбасочку, уже нарезанную, главное сырокопченую, так будет вкуснее, ароматнее. И обратно в духовку. Буквально на 5 минут, не более, потому что здесь нам уже готовить ничего не нужно. Нам нужно, чтобы сыр расплавился, потек, а колбаска немножко подсохла. Пока у меня там сыр стоит, его нужно, конечно, это блюдо подавать с томатным соусом. В идеале с самым простым кетчупом. Не буду называть марки, у каждого своя любимая. Значит, если этого нет, я дома сделал кетчуп из того, что было. Хренадер, томатная паста, немножко табаско, немножко ворчестера. Потом обязательно для сладости я сюда добавил наршарап. Можно, если есть, сахарный сироп или немножко меда, но мед тогда начнет оттягивать. Все, получилась такая чесночная, томатная. Можно, кстати, ткемали, сацибели использовать. Ну, что-то похожее на кетчуп. А соль дадите? Дадим. И сладости мало. Вот так вот. Астрате. А у нас же есть чили соус. Бан-бан-бан. Он на меду. Ну, и это же неплохо. Оп. Пора доставать. Давайте скорее это сделаем. Вот смотрите, что получилось. Понимаете теперь, какая вкуснота вас ждет, если вы сделаете так, как нужно. Очень горячая такая. Слушайте, вот это. Здесь, конечно, надо что-то такое, типа, пенное к нему. Я, видите, алкоголь не пью, поэтому вы сами себе выберите. Ну, это прикольно. Самое главное, сыр не перебивает вкус всего остального. Он всего лишь заполняет. Тут напишут, мол, типа, чеддер там подойдет, еще что-нибудь. Я просто вот люблю такие сыры, которые с нежным сливочным вкусом. Без яркой гаммы такой ароматической. Поэтому здесь. Это фантастика, друзья. Это, кстати, очень крутое блюдо для какого-нибудь пати. Ну, и, соответственно, когда друзья пришли вечером, да, футбол посмотреть. Сейчас идут мальчики как раз. Быстренько приготовили. Для упрощения вариаций можно, знаете, купить такую штуку. Есть пресс. Не пресса, а такая квадратная вещица. Картофель вставляете. Ну, раз у вас выезжают такие палочки. Ну, если нету, тогда руками нарубите просто. Ну, это очень круто, прикольно. И морковка готова. Колбаску любую в магазине выберите. Бомба. Просите, что рот у меня занят. Но хочу сказать вам всего доброго. До свидания. Я рад, что вы у меня есть. Я рад, что вы пишите комменты. Спасибо за то, что пользуетесь моими рецептами. Потом пишите мне в комментариях, типа, в личку, такие, типа, «Василий попробовал это». Я для меня это вообще от чистой души, от чистого сердца. Низкий поклон вам, дорогие друзья. Все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok